Приветствую вас, давайте сразу о распространстве.нод.ru. Ваш муж, он молодец, если действительно собирается кодироваться. Он молодец. Но у любой зависимости есть не только то, что можно назвать физиологическая зависимость. Да, но и в любой зависимости есть ещё и зависимость другая, зависимость психологическая. И вот, психологическая зависимость вашего мужа, она, ну вот, на мой взгляд, так вот, просто, ну, не естественно, да, как бы. Вот, потому что психологическая зависимость, она откуда-то из чего-то вообще появилась. Вот. Вот. И нужно понимать, что, если вы говорите, что он раньше так не пил, а начал пить с вами, то вы тоже какой-то вклад в его такое поведение сознательно или безсознательно внесли. Вот. Вне зависимости абсолютно от того, хотите вы этого или нет. То есть, ну, я понимаю, да, что это сложно, в общем-то таком, признавать, да, что вот, то есть, что вы вложили свой вклад, вот, хотя я, ну, более чем, я более чем уверен, да, что вы этого делать не хотели. Вот. Вот. Но, как бы, тем не менее, вот, получилось то, что получилось, и, как бы, с этим нужно жить. Вот. Поэтому меня, ну, нужно еще и вам, просто, а, прорабатывать какие-то, а, ваши проблемы, да, да, вот. Обязательно прорабатывать ваши проблемы, потому что это очень такой момент достаточно важный, на мой взгляд. Эм, вот. Эм, вот. Эм, что важно. Эм, выходить из эм, такой немножко жертвенной, я подсказал, эм, модели победили. Эм, которая у вас, на мой взгляд, эм, складивается, эм, значит, на текущий момент, потому что и муж вас, получается, уговорил переехать, да. Вот. А, вот. Хотя... Я не знал, сами вы этого не хотели, но вот почему-то уговорили... почему-то уговорили ему... Уговорить себя это немного безответственно, если вы уговариваете человека, если вы позволяете человеку себя уговорить, то потом там вполне очевидно, что вы потом будете предъявлять ему краски за то, что позволили себя уговорить. Так что это такая вот, я бы сказал, созависимая немножко позиция. И также, что важно, это выявить конфликт внутренний с точки конфликта у вас. Оскорбления, которые на вас, ну грубо говоря, сыпятся, да, они не связаны с тем, что муж пьет. Они связаны с тем, как вы к себе относитесь. Исходя из того, что я могу видеть, относитесь вы к себе не лучшим образом. Ну, потому что позволяете мужу по отношению к себе вести себя вот так, как вы ведете себя, да. Вот, и в общем и целом это скорее свидетельствует об определенной обесценивающей тенденции по отношению к себе. То есть вы себя обесцениваете, вы к себе не уверены. Вот, ставите себя, грубо говоря, под сомнением, да, под сомнением ставите там себя, свою ценность и так далее. Вот, отсюда, соответственно, и не уверены, что, вот, и сомнением сюда. Не стоит думать, что все изменится, как закон закодируется. Не стоит, не стоит думать. Это не так, проблема останется. Проблема останется. Вот, поэтому стоит обратить внимание на ваши психологические особенности, на психологические нюансы. Вот, муж у мужа, помимо того, что он закодируется, нужна помощь психолога, вам тоже. И обязательно вместе к семейному психологу также стоит обратиться. Может быть, все это совместить. В одном человеке можно это по родным специалистам, потому что, ну вот, вы пишете, встречались, встречались на год, то есть, наверное, год вы хотели сказать, выпивал в меру. Ну, что такое, мера? Я вот вышла за него заново, что два-два их детей переехали в его родную город. Роговорил меня проехать родную город, так как ипотека там стоит дешевле и цены дешевле. Да, живем уже по городу, никак не могу привыкнуть к этому городу и тянет обратно. До чего переезжали тогда. Здесь взял ипотеку, у мужа здесь работа. Я сижу в декрете. Кто взял опять же ипотеку? Пил и он. Мыш, алкоголик, раньше так не пил, что изменилось. После череда выпивания оскорбления о пропуске работы, сказал он, что бросай его и сейчас обратно дешевле в свой город. Ну, то есть, понимаете, вот такое ощущение, да, что вы, то быть, значит, все бросаете ради мужчины и полностью уверяете ему свою жизнь. Вот, то полностью от себя отталкивает. Я бы сказал, что здесь вот у вас с границами личными проблемка есть. Ну, это решаем. Это вполне решаем. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!